Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о механизмах структуры образования в неоднородной геологической среде. И мы очень долго рассматривали зоны сдвига. И простые зоны сдвига, зоны сдвига с дополнительным сжатием, зоны сдвига с дополнительным растяжением. И сегодня мы опять вернемся к зонам сдвига, но немножечко в другом аспекте. Мы рассмотрим то, что на Западе называют шеазонс и рассмотрим индикаторы зон сдвига. Что такое зоны сдвига? Определяют немножко по-разному в литературе, но тем не менее, в принципе, это узкие зоны отчетливо выраженной несоосной деформации. О том, что такое несоосная деформация, мы очень долго говорили ранее. Ну, естественно, что зоны сдвига встречаются в любых масштабах. Иные зоны сдвига пересечают огромные участки земной коры. А бывают микроскопические зоны сдвига, когда у нас зерно испытывает скалывание. Но сегодня мы будем говорить о небольших зонах сдвига. Принято выделять хрупкие и вязкие зоны сдвига. Между ними нет никакой границы, существует постепенный переход и условно выделяют хрупко-вязкие зоны сдвига. Каждый из этих типов мы подробно рассмотрим. Зоны сдвига могут формироваться как сопряженные системы или быть индивидуальными. Для того, чтобы легче было понимать то, о чем пойдет речь дальше, нужно снова вспомнить, как ориентированы оси напряжения по отношению к направлению сдвигания. Ось максимального сжатия сигма-3 под 45 градусов и ось максимального растяжения сигма-1 тоже под 45 градусов. Сейчас мы будем рассматривать зоны сдвига, понимая сдвиг не так, как обычно геологи его понимают. По-английски это strike-sleep, то есть сдвиг со смещением по простиранию. По-русски можно сказать, что это горизонтальный сдвиг вертикальной плоскости. Мы будем рассматривать любые зоны сдвига как угодно ориентированные. Единственное, что нужно, чтобы там осуществлялось сдвигание и несоосная деформация. Начнем с хрупких зон сдвига. Естественно, что в хрупких зонах сдвига у нас будут развиваться трещины. Мы очень подробно рассматривали, какие типы трещин могут развиваться в двиговых зонах. На этом рисунке все они, почти все они показаны. Здесь не показаны сколы Игоря, которые параллельны зоне сдвига. Но нужно понимать, что вот эти картинки — это даже не обобщенная схема. Это абсолютно абстрактная картинка, потому что в природе и в эксперименте трещины никогда не пересекаются, если они образуются за один этап деформации. Это раз. Во-вторых, одни трещины могут быть выражены, а другие нет. И в-третьих, все эти трещины являются трещинами разного ранга. Ну вот в качестве примера сколы П, они всегда образуются только между сколами Р. Ну а вот пример хрупких зон сдвига. Что у нас является индикатором деформации? Вот мы видим целый ряд трещин, и если они располагаются кулисообразно или эшелонированно, значит это сдвиг. Как определить направление сдвига? Согласно теоретической модели, которую мы только что посмотрели. Значит, если у нас здесь правый сдвиг, значит у нас... Ну здесь мы, предположим, мы не знаем, что это за сдвиг. Мы видим только сколы Риделя. Мы знаем, что сколы Риделя ориентированы под острым углом к направлению сжатия. Значит, у нас сжатие будет идти вот так, а растяжение вот так. Значит, у нас сдвиг правый. То есть мы опираемся на теоретическую модель. А вот еще зона хрупкого сдвига в песчаниках. Здесь изображен достаточно редкий случай. Здесь у нас развиты как сколы Р, показаны такими более толстыми линиями, так и сколы Р-штрих. Более тонкие линии, они действительно всегда хуже видны, и они, как правило, развиваются между сколами Р. Почему это достаточно редкий случай? Потому что при своем возникновении, а возникают они строго согласно теоретической модели, Р под углом 15 градусов, Р-штрих под углом 75 градусов к направлению сдвига, дальше они начинают поворачиваться. И сколы Р-штрих поворачиваются гораздо быстрее. И они попадают в неблагоприятное для себя положение и перестают развиваться. Теоретически можно предсказать, что они окончательно перестают развиваться, когда достигают угла 90 градусов с направлением сдвига. Но вот здесь сколы Риделя видны неплохо. Ну а здесь для сопоставления приведены два эксперимента, проведенные на влажной глине в лаборатории тектона физики и геотектоники МГУ, где я работаю. Значит, вот лучше гораздо видны сколы Р, так же, как и в природе, но местами видны и сколы Р-штрих. И вот эта фотография очень похожа на природный рисунок, который сделан по природному объекту. Ну а здесь пример очень редкий, когда у нас зона сдвига образуется в результате землетрясения, и в результате землетрясения много зон сдвига образуется. Чем эта зона сдвига уникальна? У нее хорошо развиты и Р-сколы, и Р-штрих-сколы. Такая ситуация бывает только в негранулированных материалах. В экспериментах это глина. Вероятно, вот это поле тоже сложено какими-то глинистыми отложениями. А вот хрупкие зоны сдвига, которые являются сейсми-дислокациями. Они развиты в самых верхних частях земной коры на поверхности. Здесь вот это межгорные впадины, которые сложены естественно тригенным материалом. И поэтому здесь эти зоны имеют совсем другой облик. Теперь хрупковязкие зоны сдвига. Это очень условное выделение хрупковязких зон сдвига. Почему? Значит, в этих зонах развивается межзерновой клеваж. Межзерновой клеваж действительно это не хрупкая деформация. И в то же время трещины отрыва заполнены минеральным веществом. Ну, надо сказать, что межзерновой клеваж образуется в результате растворения под давлением. Растворимые минералы, кварц, кальцит, они переходят во флюид, переносятся во флюиде и в зонах декомпрессии откладываются. Но это вовсе не обязательно находящиеся рядом трещины отрыва, которые обязаны своим формированием сдвигу. Трещины отрыва могут формироваться и там, где близко клеважа нет. Поэтому трещины отрыва без клеважа, они очень условно относятся к этому типу. Но, тем не менее, мы рассмотрим их в этом разделе. Ну, ориентировка. Это понятно. Клеваж всегда формируется по нормали косе максимального сжатия. Трещины отрыва всегда параллельны ей. Теперь посмотрим, как это выглядит на схеме и в природе. Трещины отрыва в зоне сдвига выглядят весьма примечательно. Их легко очень опознать. Ну, прежде всего, это, конечно, колесообразное расположение. И, во-вторых, эти трещины всегда имеют линзовидную форму заостренными концами. Ну, и, конечно, трещины всегда заполнены минеральным веществом. Только на поверхности земли у нас могут встретиться открытые трещины. Даже на небольшой глубине не всегда заполняются минеральным веществом. И это понятно. Это зона декомпрессии. Туда всегда устремляются растворы. Только они начинают приоткрываться. И они заполняются минеральным веществом. Направление смещения. Направление смещения, я уже сказала, согласно теоретической модели. Если у нас перпендикулярно трещине идёт растяжение, значит, в эту же сторону у нас направлено сдвигание. Ну, для простоты, чтобы не проделывать долгих рассуждений, есть такое хорошее правило, что мы проводим ладошкой вдоль концов трещины. Вот так вот. И направление сдвига у нас, что называется, против шерсти. Но часто встречаются и изогнутые трещины с S-образной формой. Они тоже располагаются шалонированно. Почему они получаются такими изогнутыми? Просто потому, что трещины растут постепенно. Сначала формируются небольшие трещины, которые при прогрессивной деформации, при сдвигании поворачиваются. На их концах, их концы продолжают развиваться, продвигаться. Тоже постепенно поворачиваясь. А в центре поворот самый большой оказывается. Далее, на концах снова растут трещины отрыва под углом 45 градусов, как положено к зоне сдвига. А всё остальное поворачивается. Поэтому самый большой поворот у нас наблюдается в центре. Затем он становится всё меньше, 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 меньше. И, наконец, концы трещин всегда ориентированы под 45 градусов к направлению сдвига. Трещины заполнены, как я уже говорила, кварцем. Но если они развиты в кармонатных бородах, то и кальцитом. Вот здесь показаны изогнутые трещины, заполненные кальциты. Направление сдвига, как легко понять, здесь левое. Но встречаются и вот такие системы. Трещин, конечно, гораздо реже. Когда у нас сначала формируются трещины первой генерации, они разрастаются, поворачиваются в центральной части. И затем уже их дальнейший рост становится невыгодным и образуется новая система трещин отрыва, которая тоже начинает расти в длину. Вот они, эти трещины. Расти в длину. Постепенно, прогрессивно, поворачиваясь с максимума поворота в центральной части, тоже достигают какого-то предела и перестают развиваться. И формируется третья генерация трещин отрыва. А вот здесь показана сопряженная система зон сдвига с трещинами отрыва. Это природа. Так это выглядит в природе. А вот здесь показана схема этого явления. Посмотрите. Две системы зон сдвига. Они расположены под острым углом друг к другу. Биссектриса острого угла ось сжатия. То есть здесь могли бы в другой ситуации возникнуть просто трещины, скалывание. А в данном случае вот это сдвиговое движение осуществляется вот в такой зоне, которая имеет определенную ширину. В этой зоне своя ориентировка осей напряжений. Как мы уже говорили, под 45 градусов к направлению сдвигания. И эта ориентировка не совпадает с той ориентировкой осей, которая привела к возникновению этих сопряженных систем. И уже в поле напряжения более высокого ранга возникают трещины отрыва. И при развитии этой зоны они приобретают S-образную форму. Здесь еще один такой пример. Здесь тоже две системы зон сдвига. И понятно, что ось сжатия была на данной картинке субгоризонтальная. Это бисектриса острого угла. Но здесь мы видим еще одну систему трещин. И это тоже трещины отрыва. Но эти трещины отрыва не расположены кулисообразно. Эти трещины отрыва образовались тогда, когда у нас ось растяжения тоже была горизонтальна. На рисунке мы видим, что вот эти вот трещины, черные трещины, наложились на трещины, помеченные точками. Значит, у нас сначала была обстановка растяжения. Образовались трещины отрыва. Но это была не сдвиговая обстановка. А затем произошел реверс. У нас растяжение сменилось на сжатие. И уже в этой обстановке сформировались вот такие две сопряженные системы зон сдвига. И в каждой из этих зон сформировались трещины отрыва. Здесь показан очень редкий случай. Слева, когда трещины отрыва встречаются в парогенезе со стеллолитами. Здесь показана зона сдвига. Очень хорошо видимые стеллолитовые швы. И перпендикулярно им на... Здесь, ну, это не очень хорошо видно. Нужно хорошо увеличить, чтобы было заметно трещины отрыва. Это парогенез. Потому что стеллолитовые швы сформировались вот при такой оси сжатия и такой оси растяжения. А трещины отрыва как раз перпендикулярны той же самой оси растяжения. Значит, можно считать, что это парогенез. Вот здесь показано то, о чем я говорила, рассматривая предыдущий слайд. Реверс. Сдвиговая зона. Значит, сначала, вероятно, сформировались трещины при левостороннем сдвиге. Затем направление сдвигания изменилось на обратное. И образовались трещины уже при правом сдвиге. А вот здесь тоже реверс, но картина посложнее. Здесь мы видим трещины под углом примерно 15 градусов к зоне сдвига. Мы не можем их интерпретировать иначе, как сколы Риделя. Но между этими сколами Риделя сформировались трещины отрыва. Отнюдь не линзовидные. И они расположены только между трещинами отрыва. Значит, это трещины более высокого ранга. Такая ситуация встречалась в экспериментах нами. И наиболее правдоподобное объяснение это опять же реверс. То есть сначала был левый сдвиг, сформировались сколы Риделя, затем направление движения сменилось на противоположное и между сколами Риделя, строго между ними, образовались трещины отрыва. Ну и наконец вязкие зоны сдвига. Преобладающая текстура это сланцеватость. Механизм формирования сланцеватости это рост чешуйчатых кристаллов, перпендикулярно оси сжатия. Но поскольку у нас оси сжатия ориентированы под углом 45 градусов к направлению сдвигания, значит и сланцеватость будет ориентирована тоже под углом 45 градусов к направлению сдвигания. Но однако в природе у нас идет прогрессивная деформация. Вот здесь показано что происходит после того как сформировалась сланцеватость вот она формируется под углом 45 градусов продолжается сдвигание и сланцеватость у нас поворачивается обычно концентрация деформации в таких зонах сдвига у нас в центральной части поэтому в центральной части поворот максимальный на концах она так остается под 45 градусов и таким образом сланцеватость приобретает тоже вот такую S-образную форму но иногда иногда гораздо реже бывает и другая картина ранее сланцеватость поворачивается а под углом 45 градусов к зоне сдвига формируется новая сланцеватость эта сланцеватость тоже поворачивается формируется еще одна и таким образом мы в породе видим сетку сланцеватости но этот случай достаточно редкий перед этим я показала вам схему а вот это природный пример где очень хорошо видно такой вот S-образный рисунок сланцеватости максимум поворота в центральной части местами сланцеватость почти параллельно зоне сдвига и конечно когда мы видим такую картину мы можем сказать что перед нами зона сдвига такая сланцеватость является ее индикатором но сейчас мы с вами рассмотрели структуры которые формируются в зонах сдвига и все эти структуры являются их индикаторами но в зону сдвига могут попасть тела которые существовали ранее и сейчас мы посмотрим что же с ними происходит в зоне сдвига ну вот предположим в зоне сдвига у нас есть какие-то плоские тела или жены в данном слоя слоя уменьшается если у нас ближаются концы плоского тела у нас формируются складки что здесь и показ а вот здесь плоское тело ориентировано наклонено в другую сторону при прогрессивной деформации длина этого тела будет увеличиваться значит если это тело маловязкое оно просто уменьшит свою мощность если оно вязкое то произойдет разнообразование этого тела либо будет наш ну наконец внизу показан промежуточный промежуточная ситуация когда сначала длина тела уменьшается а потом увеличивается ну и получается такая довольно сложная картина значит мы говорили что зоны сдвига такие узкие зоны с отчетливо выраженными краями концентрации неосоосной деформации но бывают ситуации когда у нас происходит деформация и сдвигание является является присоединяется к какой-то другой деформации например сжатие или растяжение сочетание сжатия или растяжение со сдвиганием или скашиванием такие ситуации тоже надо рассмотреть потому что часто нам очень важно выявить все составляющие деформации вот здесь приведем пример что происходит со слоем если он испытывает косое сжатие или растяжение значит при растяжении значит вот здесь вот эллипс деформации и мы видим что растяжение происходит в данном случае вертикально значит если у нас растяжение идет вдоль этого слоя то образуется обычный будинаж если же растяжение косое показано буквой б штрих то у нас будины значит посмотрите они будут повернуты друг относительно друга будинаж перекошенный получается мы еще рассмотрим как это происходит теперь посмотрим что происходит при сжатии значит если у нас осуществляется просто сжатие плоского тела образуются обычные складки ситуация д штрих если же косое сжатие то складки всегда будут асимметричны что значит косое сжатие косое сжатие это значит что сочетаются сжатие со скашиванием давайте поподробнее посмотрим как образуется будинаж вот здесь схема приведена когда у нас вязкое тело находится в зоне правого сдвига и у нас образуются вот такие вязкие сколы их называют часто шея бэнс вязкие сколы и наше тело разобщается на отдельные линзы при этом эти линзы слегка поворачиваются и посмотрите в данном случае у нас будины имеют веретенообразную форму и их длинные оси на небольшой угол отклоняются от направления сдвига и все это является индикатором скашивания а вот здесь тоже сочетание растяжения со скашиванием но здесь будины образовались путем отрыва хрупкого слой разделяется на будины и вот здесь явно был правый сдвиг все жесткие тела в зоне сдвига поворачиваются и здесь мы видим поворот по часовой стрелке значит сдвиг был правым если мы видим вот такой будинаж о котором я вам сказала мы можем говорить что здесь была составляющая скашивания вот здесь природный пример это огромный кристалл андалузита здесь явно был хрупкий отрыв в тенях давления у нас отложились минералы соответствующие и смотрите здесь у нас части этого кристалла повернуты 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 у нас по часовой стрелке значит сдвиг был правым что на что еще здесь можно обратить внимание вот эти тени давления они асимметричны и будет еще разговор о таких тенях давления и можно показать что направление сдвигания можно определять по вот этому говоря носику откуда смотрит этот острый конец туда и направлено сдвигание значит здесь у нас все сходится ну еще раз о складочках здесь показано формирование складочек в которые сминаются послойные жилы эти жилы образуются в самом начале деформации еще до всяких складок и когда вот это толще в которой в одних слоях укорочение реализовалось с помощью клеважа а в других с помощью складкообразования жилы обычной вязки это кварц кальцит значит все вот это вот этот пакет сминается в складки а на крыле складок я вам уже говорила об этом на лекции про складкообразование всегда обстановка скашивания и у нас вот эти складочки становятся асимметричными вот на этой картинке жила более поздняя по каким-то причинам так образовалась но попадая в условия скашивания на крыле складки она тоже уменьшает свою длину сминается в складки и причем обязательно асимметричны значит если мы видим асимметричные складки то это всегда в 100% случаев свидетельствует о том что есть составляющая сдвига обязательно ну а вот здесь просто природный пример который мне любезно предоставил Николай Порисович Кузнецов из Гина он изучал толщу диамектитов на Шпицбергене вот эти толщи с небольшой деформацией практически не деформированные а вот деформированные толщи и глядя на эти фотографии можно сразу же сказать что здесь была составляющая сдвига здесь мы видим складочки складочки в которой смятые слои в эти же складочки смятые и плоские обломки и вот здесь здесь у нас есть такие зоны рассланцевания вдоль длинных крыльев этих складочек и эта структура напоминает клеваш плойчатости но только в таком макромасштабе значит это все свидетельствует о том что здесь была значительная сдвиговая составляющая ну тут экзотический пример разорванных расколотых вернее расколотых сдвинутых галек конечно это встречается не часто но такие вещи обнаруживаются в толщах которые слагают предгорные и межгорные впадины при землетрясениях в данном случае это чуйское известное землетрясение в горном алтая теперь полосы излома тоже встречаются нечасто тем не менее являются индикатором сдвиговой деформации но полосы излома могут встречаться необязательно в сдвиговой зоне что такое полосы излома значит если у нас тело испытывает деформацию сжатия растяжения то в зависимости от среды могут образоваться разные сформироваться разные структуры это могут быть трещины скалывания в хрупкой среде это могут быть такие вязкие зоны разрыва а вот если среда у нас отчетливо листоватая сланцеватость ярко выражена то у нас вот эти зоны которые ориентированы так положено быть ориентированы к трещинам скалывания образуются зоны в которых вот эта листоватость меняет свой угол вот здесь на схеме это очень хорошо видно если у нас деформация соосная то у нас образуются две сопряженные системы полос излома а вот если у нас деформация не соосная то есть мы имеем сдвиговую зону то у нас формируются вот эти полосы излома которые расположены эшелонированы и формируется только одна система что показано на нижнем на нижнем рисунке ну а теперь посмотрим что происходит на уровне зерен ну прежде всего наверное надо рассмотреть клеваш плойчатости мы очень подробно о нем говорили поэтому я просто напомню что клеваш плойчатости представляет собой раннюю текстуру плоскостную любую смятую микроскладочки эти микроскладочки могут быть симметричными и асимметричными и вдоль смыкающих крыльев в данном случае флексуры симметричных складок образуются клевашные зоны сложенные нерастворимые минералы но нас сейчас интересует другое чаще всего вот эти складочки или плойки почему клеваш плойчатости являются асимметричными значит это свидетельство о составляющей сдвига вот в том объеме в котором мы видим этот клеваш плойчатости клеваш плойчатости не бывает вот так повсеместно развит как межзерновой клеваш обычно он развит в определенных участках локально мы можем говорить что именно в конкретных участках у нас есть составляющая скашивания ну вот здесь примеры клеважа плойчатости клеважа плойчатости который вот здесь и по сланцематости развит а вот здесь клеваж плойчатости развит по раннему клеважу но в любом случае у нас есть двиговая составляющая Ну а теперь СС структуры. Почему я называю их СС структурами? Буквка С является первой буквой сланцеватости. А сланцеватость по-английски и по-французски звучит почти одинаково. Начинается с буквы С. Шестозите и шестозите французские. А вот С, это от французского слова. Сезаймал. А сезаймал это поверхности или зоны скалывания, сдвиговые зоны. По-французски эта буква называется С. Поэтому я говорю СС. Но те, кто хорошо знает английский язык, они говорят из СС структуры. И так, и так можно. Значит, эти структуры могут формироваться двумя путями. Один путь очень понятный. Если у вас в каком-то объеме существует сланцеватость, причем она определенным образом ориентирована под некоторым углом к сдвиганию, вот, значит, тут имеется сланцеватость. При сдвиге у вас образуются вот эти самые зоны сдвигания. И происходит перемещение по этим зонам. И у вас вот эта сланцеватость, она на концах немножко сгибается. То есть вот эта ситуация похожа немножечко на складки волочения при сдвиге. Смотрите, вот здесь движение идет вниз, вот этот хвостик отстает немножко. Здесь движение идет вверх, хвостик немножко отстает. Поэтому образуется вот такая своеобразная структура. Вот здесь показаны природные примеры такой структуры. Здесь и здесь. И хочу подчеркнуть, что вот это, вот эти зоны С, это не обязательно именно трещина, гладкая трещина скалывания. Это может быть именно зона, которая имеет определенную ширину и в которой концентрируется деформация сдвигания. И вот еще природный пример таких зон. Здесь фотография шлифа. Это меланиты. А здесь интерпретация этого рисунка. Такая же, как на предыдущем слайде, только сдвиг там был левый, а здесь сдвиг правый. Ну, в этом случае определить направление сдвига очень легко, потому что это структура скалывания сдвигания С. И направление сдвигания, как всегда, против шерсти. Да, хочу подчеркнуть, что вообще вот эти СС структуры выделили в меланитах. Но, в принципе, очень похожие структуры могут встречаться и в других ситуациях. А вот здесь обобщающий рисунок, какие структуры формируются в зависимости от того, как направлена, ориентирована ранняя сланцеватость по отношению к направлению сдвига. Если она ориентирована так, как показана на верхнем рисунке, то, и, кстати, мы это уже видели, у вас происходит укорочение вот этих поверхностей. Сланцеватость – это, конечно, не слоистость, но, тем не менее, принципиально можно уподобить какой-то слойчатости. Ну, а раз у вас укорачиваются какие-то тела, в них возникают складочки, что здесь и показано. На этом рисунке сланцеватость ориентирована, наклонена немножко в другую сторону по отношению к направлению сдвига. И вот в этой ситуации, посмотрите, в этой ситуации сдвигание по этой сланцеватости затруднено. И для того, чтобы осуществить вот этот сдвиг, для того, чтобы верхние части сюда переместились, нижние противоположные направления, возникают вот эти поверхности скалывания. И формируется СС структура. Ну, а вот в этом случае, если у вас сланцеватость почти параллельна сдвиганию, то эта зона облегчённого скольжения, и у вас новых текстур и структур не образуется. А вот второй вариант образования СС структур. У вас есть какая-то зона сдвига, и в этой зоне сдвига по каким-то причинам деформация сдвигания концентрируется в виде полос, и не просто в центральной части, а в виде нескольких полос в этой зоне сдвига. На нижнем рисунке показана одна такая полоса, но для того, чтобы образовалась СС структура, нужно, чтобы их было несколько. Здесь показано справа. И образуется в такой ситуации тоже СС структура, но уже другой конфигурации. У вас поверхность С параллельна зоне сдвигания. Как определить в данном случае направление сдвига? У нас сланцеватость, поскольку она образуется перпендикулярной оси сжатия, значит, у нас направление сдвига по останию сланцеватости. Давайте посмотрим теперь природный пример. Вот природный пример. Вот сланцеватость. И вот зона концентрации, деформации, сдвигания. Ну а теперь поговорим про порфиробласты. Порфиробласты образуются в метаморфических породах, и растут они по-разному. Может быть, медленный рост порфиробласта. Тогда внутри этого порфиробласта не остается фрагментов основной ткани. А вот если порфиробласт растет быстро, то он захватывает минералы. Они не успевают там раствориться. И все это приводит к тому, что по порфиробластам мы иногда можем определить, что у нас был сдвиг, а иногда даже определить величину этого сдвига. Но порфиробласт маленький. И мы можем определить величину сдвига только в каком-то локальном объеме. И я много раз говорила, что если у нас осуществляется деформация в большом объеме, то после возникновения первых же структур фотоформационных у нас все напряжения перераспределяются. Поэтому переносить данные о величине сдвига, например, в какой-то локальной области на большой объем нельзя. Значит, если у нас порфиробласт растет в зоне сдвига, то может сформироваться структура снежного кома. Что такое структура снежного кома? Это двойная спираль. Хотя на самом деле, когда мы катаем снежный ком, то у нас спираль, в принципе, не двойная. Но это если ком и снег. Значит, как образуются эти структуры? Вот у нас небольшой порфиробласт. Он захватывает включения, и они ориентированы так же, как в матриксе. Затем он вращается. Естественно, что эта текстура поворачивается. Но в данном случае это гранат. Будем говорить гранат. Значит, гранат разрастается и захватывает новые включения. В дальнейшем они тоже поворачиваются. Но, естественно, их угол поворота в целом будет меньше, чем в самом центре. Гранат растет еще, захватывает новые включения. Все это вместе поворачивается. И так может произойти очень большой поворот. Например, посмотрите. Вот здесь у нас зерно повернулось на 462 градуса. Если у нас полный оборот 360 градусов, то это намного больше полного поворота. Вот еще примеры порфиробластов в тайной спирали. Значит, это гранат в швейцарских Альпах. Здесь очень хорошо видна структура снежного кома. Вот здесь она видна хуже, но видна. Зато очень хорошо видно, что это гранат. Вот здесь у нас каймы давления или бороды нарастания в этом гранате. И мы будем их рассматривать. Вот здесь, посмотрите, здесь угол поворота небольшой. Вот еще примеры. Еще примеры. Здесь на цветном рисунке очень хорошо видна спираль двойная, но здесь тоже не очень большой угол поворота. Около 90 градусов. А вот здесь ситуация чем отличается? В центральной части мы отчетливо видим двойную спираль, а во внешних частях мы уже этого не видим. О чем это может свидетельствовать? В двух вещах. Либо у нас ну, пожалуй, нет. Об одной вещи это может свидетельствовать о том, что рост замедлился. Если бы прекратилось сдвигание, а гранат рос быстро, то во внешней части он бы все равно оставались бы захваченные включения. Здесь их практически нет. Значит, просто стал медленно расти гранат. Ну и определение величины сдвига по структуре снежного кома, мы об этом говорили раньше, просто напомню, что гамма, а гамма это у нас величина сдвига, она равна альфа пополам. Ну, естественно, альфа здесь считается в радианах. Но профиропласты у нас могут расти по-разному, если говорить о времени. Профиропласты бывают додоформационные, междоформационные, синдоформационные, постдоформационные. И здесь, на правом рисунке, показаны как раз все ситуации. Вот, посмотрите, первая ситуация. В гранате неориентированное включение. Значит, он вырос до деформации, потому что у нас ориентированная текстура обязана своим появлением именно деформации. Затем, этот объем испытал деформацию, и у вас концентрация этой деформации на боковых гранях кристаллах, а на торцевых гранях у нас тени давления. Следующая картинка. У нас внутри граната имеется ориентированная текстура. Это значит, что когда он рос, осуществлялась деформация, и зерно граната захватило уже ориентированные частички, а затем стала осуществляться деформация уже с другой ориентировкой осей. Ну, и дальше картина та же самая, что и в первом случае. Что здесь? А здесь мы отчетливо видим двойную спираль. Значит, здесь совершенно очевидно, что гранат синдеформационный. Ну, и, наконец, здесь. Здесь тоже очень хорошо видно, что гранат вырос уже после деформации. Включение согласно ориентировкой в матриксе. Ну, вот здесь просто два примера приведены. Вот здесь кристалл вырос после деформации. Здесь запечатлена ранняя структура. а здесь парфиробласт вырос до деформации, до последней деформации. Ну, можно считать, что это какая-то деформационная текстура ориентированная, но, скорее всего, это какая-то осадочная текстура, потому что, видите, зерна остались округлыми. Значит, здесь вопрос либо до деформационный гранат, либо междеформационный гранат. Ну, а вот здесь парфиробласты показаны. Это из известной книги микродектоника Пасси Троу, где эти рисунки демонстрируют разное соотношение парфиробластов и деформации во времени. Ну, вот здесь. Здесь в парфиробласти продолжается текстура матрикса. Значит, можно считать, что здесь постдеформационный рост произошел. Вот здесь мы видим двойную спираль, слабо выраженную, тем не менее. Значит, это синдеформационный. Вот здесь мы видим парфиробласти ориентированную текстуру, но ориентирована она не так, как матрикс. Значит, это междеформационная ситуация. И, наконец, вот здесь, вот здесь мы видим включение в парфиробласти, но они не ориентированная. Вполне возможно, что это додеформационный рост этого парфиробласта. теперь говорим о структурах тыльных частей зерен и включений, жестких зерен и включений. Что же происходит в туру зерен при деформации? Вот здесь приведена схема этого процесса. По отношению к этому рисунку происходит горизонтальное сжатие. И это горизонтальное сжатие в матриксе осуществляется путем, ну, например, образования левожалости, гладости. А вот здесь жесткое включение, в нем ничего произойти не может. Значит, у нас деформация концентрируется вдоль его боковых краней. Это максимум деформации сжатия. А в тылу формируются так называемые тени давления. То есть здесь минимум деформации сжатия. Вот эти промежутки называют тенями деформации или тенями давления. В них может ничего не происходить, но здесь может откладываться растворенный минерал, поскольку всегда из растворов откладываются минералы там, где снижается давление. И таким образом формируются вот такие тела, которые называются либо каймами давления, либо бородами нарастания. Ну и наконец существуют псевдо-бороды нарастания. Они образуются обычно в меланитах, и они образуются за счет либо грануляции, либо дробления зерен, и перемещения их в тыльные части зерна. вот здесь показаны именно тени деформации. Смотрите, клеважированная порода это парфиробласт, в данном случае хлорид мусковетовый, и в тенях клеважа практически нет. Здесь то же самое. Здесь зерно перита, и вот они тени давления. Но здесь они симметричные, а здесь они несколько асимметричные. Ну, можно подумать, что здесь осуществлялось некоторое сдвигание. Мы посмотрим, как это бывает. Ну, и вот здесь тоже парфиробласт, что здесь хорошо, очень отлично просто видно сгущение клеважа на торцевых частях. А здесь посмотрите, видите, здесь светлая порода. Почему светлая? Потому что здесь концентрация нерастворимых минералов кварца и кальцита. Вот как выглядят бороды нарастания. Вот здесь показаны ситуации, когда у вас бороды растут перпендикулярно поверхности зерна. Значит, они бывают состоят из кварца и скальцита реже из хлорида тоже могут быть. Значит, они могут повторять контур зерна, могут не повторять контур зерна. Чаще всего бороды нарастания сложены волокнистыми минералами, но не обязательно. Значит, здесь показаны еще породы нарастания. Здесь очень хорошо видны именно волокнистые минералы. Как они образуются? Значит, в окружающей породе происходит растворение под давлением. Обычно это формирование клеважа. Дальше перенос во флюиде. Здесь может осуществляться и дальний, и ближний перенос. Вот если ближний перенос, то откладываются минералы прямо на тех же зернах, грани которых растворились. Либо переносится чуть дальше и откладывается на граник зерна перита, который само, конечно, не растворяется. А здесь аолит. Посмотрите, аолиты всегда круглые, а вот здесь очень хорошо видно, что боковые грани растворились. И все это отложилось в бородах нарастания. Откладываться материал может как на контакте с жестким кристаллом, это синтаксиальный рост, либо у внешней границы каймы, внешней границы каймы, и тогда это называется антитоксиальным ростом. Здесь показаны еще раз бороды нарастания, и здесь они симметричны. Вот здесь все это увеличено, сканирующий электронный микроскоп был применен. И здесь очень хорошо видно, в зерно перита характерно, вот эти волокна кварцехлоридовые. Здесь у нас деформация, укорочение, удлинение. А вот тут у нас эти бороды нарастания изогнуты. И вот изгибание бород нарастания является прямым индикатором несоосной деформации. Посмотрите, вот эту картинку, это рисунок, но тем не менее это рисунок, сделанный по результатам эксперимента от зерно перита. От его грани растут волокна. Посмотрите, 45 градусов. 45 градусов. Происходит сдвиг. В данном случае правый сдвиг, зерно вращается по часовой стрелке. И у вас вот эти это борода поворачивается угол с направлением сдвига становится меньше 45 градусов. Но при этом одновременно от гранита зерна растут новые волокна. Вот старые волокна, вот новые волокна. Новые волокна всегда под 45 градусов. Итак, это происходит естественно одновременно и может происходить довольно долго. А вот тут показано, что показана конфигурация этих оборот при синтаксиальном росте и при антитоксиальном росте. Как отличить? Если все хорошо видно, то при синтаксиальном росте у нас волокна под 45 градусов расположены у границы зерна. если антитоксиальный рост под 45 градусов в направлении сдвига расположены волокна на концах этой бороды. Ну, а вот здесь природные примеры. Вот здесь зерно испытало небольшой поворот, а вот здесь поворот уже очень большой. Это бороды кварца напереди. Ну, а здесь показан и парфиробласт, и бороды. Это андалозьет. Значит, включение в нем совершенно случайно ориентированное. Стало быть, он вырос до деформации. Но затем он оказался в зоне деформации. И хотя в самом зерне мы ничего не видим, ничего из того, что свидетельствовало бы о повороте, зато мы видим бороды нарастания. И бороды нарастания у нас асимметричны. И вот эта асимметрия бород нарастания как раз свидетельствует о том, что происходил с двиг. сбег. И в данном случае смотрим по ориентировке носика. С двиг был левый. И кристалл поворачивался против часовой стрелки. Ну вот еще фотографии изогнутых волокон в каймах давления или бородах нарастания. Вот черный перед, вот изогнутые волокна. А вот это изображение полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. Теперь еще раз о вращении парфиробластов. Мы с вами посмотрели структуру снежного кома. Но бывает, что мы видим в парфиробласти не двойную спираль в одинарную. Бывают две ситуации. Значит, вот у нас растет в данном случае. гранат образуется в тени давления. И гранат растет, захватывает не только матрикс, он захватывает минералы из теней давления и вращается вместе с ними. И мы видим вот такую спираль. Вот такую спираль. Вот. Но может быть еще один случай. Здесь то же самое. Гранат растет, вращается. Но здесь он растет не по границам с бордом нарастания, а преимущественно на границах с матриксом. То есть он дух захватывает в большом количестве. Растет, вращается, вращается, в данном случае это правый сдвиг. И здесь картина очень похожа, но чуть-чуть другая. если там мы видели такие вот изметричные включения в гранате, то здесь мы видим такие включения чешувчатых минералов, которые образуют спираль. Вот здесь очень хорошо это видно на фотографии. Значит, любая спираль двойная, одинарная в парфиропластах всегда говорит о том, что здесь был сдвиг. Ну, а теперь поговорим о парфиропластических системах. Значит, класты это обломок, то есть речь пойдет в принципе о меланетах. Значит, что такое парфиропластическая система? Это комплекс, состоящий из самого парфиропласта и развитых около него удлиненных шлейфов. Значит, что это может быть? Либо рекристаллизованный материал того же состава, как в данном случае, либо какими-то другими материалами в тенях давления. Ну, в данном случае мы видим результат рекристаллизации и симметричной тени давления. Это не бороды нарастания, тут особо не нарастает, да, именно рекристаллизация в тенях давления. Значит, если у нас парфирокласты вращаются, то у нас тени давления, связанные с этим парфирокластом, тоже вовлекаются в этот процесс вращения. И могут быть разные ситуации в зависимости от скорости этого вращения. Вот здесь вот вращения не было на этой картинке. Вот здесь вращение было медленное, здесь вращение было быстрое, а здесь такой сложный тип, когда скорость вращения менялась. Давайте посмотрим подробнее, что происходит. Значит, первый тип структур называется сигма-структура. Действительно напоминаю буквку сигма. Значит, вот у нас парфирокласт полевого шпата, вот у нас рекристаллизованные шлейфы. Парфирокласт вращается, но вращается он медленно. Здесь небольшая сдвиговая деформация. И у вас вот эти вот шлейфы асимметричны. Они просто асимметричны. Кстати, то же самое можно говорить и о парфиробластах, у которых тоже возникают шлейфы, например, из кварца, вот, и которые тоже вращаются в тенях давления. Там то же самое, мы это видели. Там тоже возникают вот такие вот асимметричные тени. Направление сдвигания, значит, вообще, если мы видим асимметрию, значит, здесь был сдвиг. Направление сдвигания здесь определяется просто по вытянутости вот этого шлейфа, то есть по носику. Здесь сдвигание в эту сторону, здесь в эту сторону. Определяем правый сдвиг. А вот примеры сигма-структур. Вот, пожалуйста, очень хорошо видны вот эти вот шлейфы асимметричные. Теперь дельта-структура. Здесь ситуация немножко отличается. Ну, с одной стороны здесь тоже полевой шпат, тоже шлейф из рекристаллизованных зерен. Но здесь скорость вращения велика. Ну, либо наоборот скорость рекристаллизации низка по сравнению со скоростью деформации. Здесь происходит быстрое вращение. Вот эти шлейфы увлекаются зерном и образуется вот такая структура, напоминающая дельта, только единственная дельта у нас буквка не симметричная, а здесь симметричная картина. Вот здесь показаны природные примеры. Значит, здесь параферокласт, плагиоклаза в меланите, ну, такие вот тонкие-тонкие шлейфы. Как определить направление сдвигания. Ну, проще всего надо взять и повернуть это зерно мысленно так, чтобы у вас образовалась эта картина. А вот природные примеры. Вот параферокласт, граната в ортогнесах. Вот вот здесь тоже параферокласт в меланитах. Вот типичная, совершенно типичная дельта структуры. Ну, и здесь показано, как определить направление сдвигания по вот этим вот шлейфам в меланитах. значит, подводя итог, можно сказать, что если у нас есть двиговая составляющая, то у вас жестких зерна обязательно мы увидим структуры вращения. Либо внутри зерна, либо это вращение шлейфов или пород. у нас всегда видно вращение. Теперь волокнистые минеральные жилы. Минеральные жилы бывают волокнистыми, бывают неволокнистыми. И если должна быть обязательно растяжение для того, чтобы у нас образовалась минеральная жила. И в принципе удлиненные волокна растут перпендикулярно стенкам. Но если у нас при этом кроме растяжения еще есть и составляющая сдвигания, то волокна будут изгибаться. И это показано вот на этих рисунках. Но так же как в случае с бородами, у нас кристаллы могут расти от стенок породы. Они растут всегда перпендикулярно. И здесь показано внизу направление рост. Но рост может быть и от сутурного шва от этого центрального. Но они от него тоже растут перпендикулярно в обе стороны. Вот здесь показаны ситуации идеальные, когда можно определить направление сдвигания по этим жилам. Но на самом деле, как пишут в литературе, ситуация не всегда однозначная и с волокнистыми жилами надо быть очень осторожным. а вот здесь показана такая волокнистая жила, уже не видя схемы. фотография под микроскопом и очень хорошо видны этот сутурный шов, изогнутые волокна. И мы сразу можем сказать, что у нас здесь была сдвиговая составляющая. Ну и наконец слюдяные пакеты. Слюдяные пакеты характерны для меланитов, но иногда подобные образования встречаются и в других ситуациях. И эти слюдяные пакеты иначе называются слюдяными рыбками, микофишами. Они представляют собой вот такие вытянутые, ромбовидные, порфирокласты, либо кристаллы. Чаще всего это мусковид. И они расположены в более тонкозернистом меланитовом матриксе. Эти минеральные пакеты подразделяются на множество морфологических групп. И конфигурация вот этих вот слюдяных рыбок зависит от массы причин. Значит, первоначальная морфология ориентировка кристаллов, направление сдвигания, еще какая-то деформация, масса причин. Значит, могут возникать новые кристаллы, могут изменяться уже бывшие кристаллы, то есть класты. поэтому форма может быть совершенно различной у этих слюдяных рыбок, что вот здесь и показано. Совершенно различные. Вот. Но что общего? Что общего? Значит, ориентировка. ориентировка у нас выражена как? Вот здесь вот показано. Небольшой угол их длинной оси по отношению к направлению сдвига. Вот всегда. И ориентировка их всегда очень устойчива. Значит, вот здесь показано несколько ситуаций формирования этих рыбок и разная конфигурация. И везде мы видим такую рыбовидную форму, асимметричную форму. Вот. И направление ориентировки определить легко по носику. Иногда эти рыбки похожи не на рыбку, а на птичку с носиком и хвостиком. Так вот, направление сдвигания всегда по носику. Значит, вот здесь вот тоже показаны еще механизмы формирования таких рыбок. Вот здесь листоватая рыбка, которая вся состоит из кристаллов слюды в кварцитовом матриксе. Это схема. А вот здесь показаны меланиты вот с такими рыбками. Причем вот эти рыбки могут ассоциироваться, встречаться вместе с СС-структурой. Вот посмотрите, здесь вот эти вот зоны скалывания С-структуры наклонена вправо, так, а между ними между ними не просто сланцеватость, как обычно, а структуры в виде рыбок. Вот это С-структура наклонена в лепо. Вот здесь тоже очень похожая картина. Только здесь зоны скалывания субхоризонтально идут. И вот ромбовидные микофиш или слюдяные рыбки. И все это, да, и здесь сланцеватость наклонена вправо, то есть здесь тоже структура напоминает СС-структуру. Ну и, наконец, еще пример слюдяных рыбок. На этом лекция закончена и больше о зонах сдвига крупных, мелких мы говорить не будем. В следующий раз мы поговорим о другой обстановке. субтитры Продолжение следует...